Славные викинги, приветствую, вы на канале Дед Сергей. И разработчики делятся с нами некоторыми новыми новостями. Как вы могли заметить, мы взяли небольшой перерыв от этих ежемесячных новостей, пока обновление задания Хильдир было в тестовой ветке. Как и в случае с Туманными Землями, мы подумали, что вам не слишком интересно будет читать об исправлении багов и тому подобном. Да, обновление уже доступно, и всем, кому интересно платья различной длины, в принципе, могут отправиться в приключения. На самом деле, там есть пару интересных вещей, которые добавили. Про это обновление я ничего рассказывать не буду, так как уже рассказал об этом в одном из предыдущих видеороликов. Если интересно, вон подсказка сверху. Разработчики экспериментируют с генерацией местности, чтобы пепловые земли всегда ограничили только с океаном. И добраться до них можно было только на корабле. Как бы было круто, если бы Хильдир в награду давал какой-нибудь чертеж нового Дракара. Она затонет. Чертовс 2. Я не должен был строить такую лодку. Это выше моих скромных способностей. Еще генерация местности должна исправно создавать биом с высотами разных уровней. Мы хотим, чтобы все было как надо. Без огромных равнин, как на равнинах. И без скалистых холмов и долин, как в туманных землях. А для этого требуется множество итераций. Конечно. 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 Мы верим, что приблизились к правильной формуле, особенно когда нам встречаются места вроде этого. Поаккуратнее с лавой. Если в нее вступить, будет очень больно. Но тут будут не только пламя и лава. Область называется пепловые земли не просто так. Мы работаем над тем, чтобы разные зоны биома ощущались по-разному. У берега будет больше деревьев и много пепла. А в глубине острова вас ждут реки лавы. Когда-то пепловые земли были полны цветущих лесов. И лучились жизнью. А потом произошел катаклизм. Вот в принципе все. Примерной даже даты выхода нету. Я рассчитываю в лучшем случае на конец этого года. Поэтому со спокойной душой предлагаю дальше гонять балду. Я кстати говоря там нашел копье ночи. А самое интересное то, что у меня получилось его улучшить до легендарного уровня. Так что если тебе тоже интересен Baldur's Gate 3, то видео в конечной заставке. Если видео понравилось, пригодилось, ставь лайк. Если ждешь обновления Вальхейма, то подпишись на канал. Ну и все друзья. Всем пока-пока.